Здравствуйте, меня зовут Анрий Широков, клуб Эффлек, природоцелители. Мы говорим о здоровье. Сейчас будет 5 пунктов при ОРЗ, ОРВИ, гриппе и вообще процессах в верхних дыхательных путях для того, чтобы как можно скорее выйти из состояния, которое угрожает назначению антибиотиков. Это, как правило, самое важное. В основном это случается у детей. И связано это прежде всего с тем, что ребенок загажен патогенной едой, прививки и лекарства. И здесь будет первый пункт, как это ни странно, это клизма. Клизма свекольная, клизма солевая. Как делать все это расписано в интернете? Моя задача просто показать, как это важно. Нужно открыть шлюз, потому что организм находится в остро-токсическом состоянии. Вот эти либо вирусы, либо бактерии, они только добавляют интоксикации, идет воспаление. Верхние дыхательные пути и так как бы загажены. И потому что не очистится организму через основной свой шлюз. И вот на период острого состояния очень важно у ребенка открыть этот шлюз и сбросить как бы токсическое состояние. Касторовую чистку делать не принято здесь. И может быть она на группу перегружает. Клизма здесь будет лучше всего. И это вот первое, что при температуре надо делать. И это реально людям помогает. Об этом много информации в интернете. Но просто в моем детстве об этом никто не знал. И конечно ничего хорошего это не приносило. Следующий пункт это фитотерапия. Значит если мы не успеваем вам передать то, что я подбираю, да, там в острых ситуациях. Я все-таки смотрю, что именно нужно. То вы должны просто понимать, что здесь и мочегонные, и патагонные средства хороши, чтобы детоксикацию делать. А вот сильные желчегонные и сильные провокационные, как бы для иммунитета, но они могут быть сильными. Здесь нельзя. И я себя как-то раз так уже вот выздоравливал, довел обратно как бы в новый криз болезни. И ушел на антибиотики. И вот как бы вот, чтобы этого не было, здесь нужно сделать очень мягко. Мы фитосорбционно, прежде всего в таких ситуациях, даем фитосорбционные комплексы, именно сорбирующие, лимфосорбенты, гемосорбенты у нас есть. Это мало где есть именно гемосорбенты. Дальше идет у нас там голубая глина, чтобы и кишечник, да, снять вот эту нагрузку. Там и печень чистится, и на себя берем. Там определенный пробиотик мы используем у детей, который дает иммунитету, как бы мягко его стимулирует интерфероновую защиту. И это, ну и легкие какие-то средства именно для мягкого выведения токсинов. И вот здесь ничего тяжелого, конечно, мы не подбираем. И, значит, третий пункт – это питание. Ну, взрослые, конечно, могут издеваться на собой сколько угодно, что касается детей. Здесь, как бы, ну, вот хотя бы на время болезни перестаньте сулать туда то, что гниет и бродит. Это вся термичка, вся животная пища. В принципе, и не захочет болеющий ребенок такое. Ну, как бы, это издевательство, то есть, доводить этим до болезни, а потом еще и во время болезни это пытаться пихнуть. Но здесь есть фазы, которые очень нам сейчас важны. У нас три фазы питания. Первая у нас минеральная фаза. У нас обязательно идет, там, гималайскую соль со сёдмой под язычок. И пьем воду. Или минералку пьем. Она сейчас нам тоже очень хороша. У нас желчь немножко пойдет. И идет, как бы, по сути, такой легкий послабляющий эффект, если будет очень хорошо. Потому что нам только это и нужно. Дальше, сразу по поводу соли. Минеральная фаза нам нужна для того, чтобы нейтрализовать кислотные метаболиты. Те же вирусы, бактерии это дают, эти метаболиты, токсическое состояние. Нам надо поднимать челочное плечо метаболизма. Поэтому оставьте все ваши вот эти, не ваши на самом деле мысли, которые вам вбивают о том, что там какие-то камни могут быть. От неосажденной соли нет никаких неотложений. И все это выводит легко организм. Надо пить много воды, и как бы, чтобы это все проходило. И как бы замечательно всасываются минералы, и той же гималайской соли. Ну, правда, когда хорошая микробиота, там все лучше усваивается. И, значит, вторая фаза у нас питательная. Здесь, если хочет человек, да, то это могут быть только маленькие кусочки банана, финики, в небольшом количестве, иначе будет минус энергия. Либо чуть-чуть авокадо, там с улорчиком, например. Больше ничего. Ну, помидорка, если это насытит. Ну, там мало, конечно, чего-то. Хотя помидорка, по сути, это ягода, смейство посленовых, это как картошка, только ягода. Немножко для ребенка, может быть, этого будет даже достаточно. Вот. Но никаких, конечно, там кашек, и даже варенными овощами, и соками трав, соками овощей, вы ничего не сделаете. Питание не дадите, энергии не дадите. А если человечек просит энергии, то надо ее дать. И здесь надо оставить свои все, как бы, предубеждения, и вспомнить, что в советское время, вот как раз больным-то фрукты несли. Только почему-то потом странно, что пока ты вот, ты должен, ты не должен есть фрукты, пока ты не болен. То есть, ты должен себя доводить до болезни, а потом уже вот все-таки можно. Ну, все у нас перевернуто, поэтому вот как бы вот и болеем. Значит, и это питательная фаза. Третья фаза – это кислотная. Здесь, ну, лучше всего, это сок лимона с водой, да, идет. Ну, немножко надо. И я вот по питательной фазе, по всей этой, как бы, вот трём фазам, ну, вот могу сказать, там, вот взрослый пациент, да, и вот мне жалуются, говорят, вот нету сил, нету сил там, да. Я говорю, вот эти, вот это делаете, вот только что сказал. Опять потом сообщают, нету сил, нету сил. Ну, я же рамка-то же вижу, что ничего не сделали. Я говорю, ну, вы же и не делаете то, что вам говорят. Я потом, видимо, всё-таки сделали, я так его проверил, смотрю, о, пошло, энергия есть, жиры, белки, углеводы восстанавливаются. Ну, как бы вот, не знаю, вам, ну, если вам надо, чтобы человек нормально себя чувствовал, вот, как бы, ну, сделайте, попробуйте. Пару часов там виден эффект, да. Ну, выйдите на время из программ, вот, патогенных вот этих, которые доводят до болезней, как бы, это полезно. Иначе болеть будет чаще тот же ребёнок, чтобы помочь вам выйти из этих программ. И, значит, следующее у нас идёт, да, кислота, третья фаза, вот эта кислотная, она очищающая, она провоцирует, но её немножечко надо, чтобы двигалась лимфа. И, кстати, вот эти все бронхолитики, там вот это вот отхаркивающие, ну, вообще-то это вот тот же сок лимона, да, как бы, всё в натуральном виде можно делать, как это и делалось, в принципе, раньше, без всякой химии. Просто, ну, можно бы, скажете, что-то эпихта какая-нибудь, ну, там нет энергии, там нет падни, не поднимает, лимон поднимает и кислотное плечо метаболизма, и щелочное. Натуральные вот фруктовые соки, они поднимают плечи, они буферы укрепляют, они силы там всё равно дают немного, хотя отбирается больше на очистку, но всё равно. А соки, травы и вот эти всякие экстракты, они же, это яда вообще-то. Вот, ну, иногда тоже, может быть, приходится, ну, как бы, на самом деле можно и без этого. И следующий пункт, это у нас гомеопатические. Значит, буду делать отдельный ролик, сейчас здесь я не буду, слишком будет много. Нам нужно будет полоски фольги, вот, с расстоянием от начала, вот, кончика большого пальца до шаловидного отростка. Вот такие, ну, вы покупаете просто фольгу, у вас, ну, дома, надеюсь, там есть фольга, да, для выпечки. Ну, лучше ничего не выпекать, ни в коем случае, а просто вот пользоваться для электронной гомеопатии. Нам нужно будет снять с обоих рук два, как бы, два раза, вот так вот информацию, и с канала толстого кишечника. Мы будем с этого пить, а то, что мы снимем именно вот большой палец, здесь мы захватываем два канала. Канал лёгких, вот он, вот с этой стороны идёт, вот он лёгкий, да, канал П, а вот это канал лимфы. Нам нужно именно вот досюда, то есть у нас как раз получается вот этот палец, вот так, ну, мы как бы затрагиваем. И это мы будем с этого и пить, и как бы прикреплять. И каждые 20 минут здесь мы будем перезаписывать и носить, и пить с этого. А тут мы будем просто записывать новое и пить с этого, но не носить. Здесь, как бы, опять, это вот пока я в общих чертах про электронную гомеопатию. У кого нет приборов с крайне высокими частотами, можно это делать просто фольгой, вооружившись, батарейкой вот такой, да. И как бы уже будет эффект. Это очень важно, это вот для тех, у кого как бы нету сейчас ни прибора. И что мы делаем, предвосхищаю. Мы записываем и волну, кто бы там ни был, и вирусы, и бактерии, и токсины. Вот здесь по большому пальцу, да, ну, там мы затрагиваем сразу два канала. И лимфы, которые здесь как раз в верхних дыхательных путях, да. И канал легких там, где именно идет вот отсюда до, в принципе, там, да, альвеол даже. Мы ловим и мы погасим волну вируса, бактерий, токсинов. И как бы отмываем это водой их и угнетаем. А носим еще, мы угнетаем волну их. Вот, ну, кто знает полоски на спину, когда болит. Вот это все из этой оперы, это отражение волны. Это сейчас будет в отдельных роликах. Я просто объясняю, что это каждые 20 минут, вот, да, в таком режиме, там, ну, за несколько часов будет просто явный эффект. Ну, по-другому и не должно быть. Даже без приборов специальных. И последний пункт – это метафизика. Ну, это для тех, кто как бы в теме, кто верит в это, да, насколько погружен. На самом деле, да, там, работа, родители над детьми работать могут, взрослый сам с собой. То есть, там можно поблагодарить вирус-бактерию и отпустить, отрезать эту связь, да. Все, как бы вам показали слабые места, больше не надо. Поработать и вибрационный ряд подобрать для подавления, как бы, волны негативной. Поработать, посмотреть, какая программа привела к вот таким вещам, что это обострилось, что это выходит. Чтобы на энергетике можно поработать, отрегулировать, да, потому что там на эфирном плане нужно успокоить это. И потому что там токсический есть канал, какой-то заблокированный, да. И там, ну, там много всего можно делать. Это настолько, насколько, как бы, человек вот в этой теме. Что, если с нашей стороны, с моей стороны надо, я, как бы, тоже, да, показываю. Но лучше всего, когда у нас вот пациент, там, мама, например, сама дальше делает, а я просто, ну, подсказываю, куда двигаться. И это можно делать и без биолокации, без маятника. Просто, например, вот поработать на бумаге, там, нарисовать себя, например, да, вирус, отрезать связь. То есть это идет программирование. Ну, кому-то смешно, ну, кто-то на самом деле таким образом просто правильно создает намерение, и оно на физике уже отрабатывается. И образное выздоровление идет там не за 10 дней, а за один день. И, как бы, это тоже один из путей. Вот мы с вами перечислили, как бы, 5 пунктов, которые, вот, первым делом, чтобы, как можно, выйти из вот этого крена. Потому что не очень, не очень, как бы, то, чтобы приятно. Но часто я слышу, да, мы вот уже опять антибиотики. Я говорю, а как же, где же вы, чего же, мы же, мы же можем. А он говорит, ну, не успели, все, как всегда. А сейчас, а сейчас пока работать над будущим не будем. То есть, опять я говорю, может, сейчас начнем чиститься, чтобы опять не заболеть. Не, ну, как бы, вот, сейчас вроде отлегло. Ну, это же на время отлегло. И лучше в данном случае, да, если часто болеющий, то лучше просто выходить сейчас из-за вот этого ситуации, да, и как бы очищаться, и уже предвосхищать, не бороться с тем, что опять будет болезнь, а выходить из состояния такой, уже токсического, да, когда организм ищет все время возможности схватить вирус-бактерию, причем часто даже не извне, а просто уже своей начинают работать. А я напомню, стриптококки или ротовирус, например, они заложены в нашем геноме, и они просто как санитары уже срабатывают. Ну, настолько заблокирована очистка у организма, а детский организм очень старается очиститься, там иммунитет более активен, что вот это выливается в острые такие заболевания. Ну, подключаются врачи, лекарства различные, и даже инстиронные противовоспалительные средства, все они гепатотоксичны, подавляют иммунитет, и следующая болезнь будет более затяжной, и более, там, нехорошей, и последствия будут тяжелее. И, как бы, вот, чтобы до этого не доводить, лучше работать сейчас. И, опять, да, отсылаю к будущим роликам по именно электронной генопатии, я покажу, как вот подробнее, как снимать эту информацию из себя с помощью фольги и батарейки, петь и наклеивать. Желаю, как бы, здоровья, и вот лучше сейчас просто поработать над тем, чтобы таких ситуаций не было. На самом деле, никакие болезни, в том числе у детей, быть и не должны, если бы, если жить по природе, да, даже в наших условиях. Андрей Широков, природоцелитель, клуб FLW, FLW.ru До скорых встреч!